История нашего знакомства на самом деле проста, как... Смотрели фильм «Красотка»? Всё. О том, как Ира и Виталич нашли друг друга, в их тусовке ходят легенды. Это было так давно, слушай, я не помню старушку. Ой, никто не спрашивал никогда, как мы познакомились. Так романтично. Официальная версия – они познакомились на концерте. Виталич тогда только окончил школу и отрывался по клубам с друзьями. И в очереди передо мной в туалет стояла девочка. Ля-ля, там, поля, подождёшь меня, пойдём посидим. Я сказала, что я не знаю, куда домой ехать. А я сказал, да её тебя с удовольствием провожу. Ире было 16 лет. Она приехала в Москву из Америки на лето к тёте. Десять лет назад родители увезли её в Калифорнию, в Сан-Франциско. Там она училась и в Россию возвращаться не собиралась. А ещё она очень слабо разговаривала по-русски. Ну, мне и не надо было её понимать. Сиськи ж... как бы. Там было такое что-то из разряда. А что, где, как, я, уметь купить там. Ну, я думала, что меня понимают, в принципе. Три месяца Ирой Витальевич провели вместе. Он познакомил её со своей тусовкой, клубы, шашлыки, вечеринки до утра. Но лето прошло. Ей нужно было возвращаться в Америку, чтобы закончить школу. Вот в тот момент, когда мне позвонила мама, и я ей сказала, что я не хочу возвращаться, но я вот представила, что вот я сейчас вернусь, и я про него забуду. Я не хотела возвращаться, и я хотела вот с ним остаться, и всё. Ира заявила маме, что хочет остаться в России. На пару дней слетала в Америку, бросила школу и перевезла все свои вещи в Москву к тёте. Ты прилетела в Америку и прилетела вместе с матерью? Да. Ну, твоя мать сказала, что я похож на пи***. Мне вот так вот сказали, ты чё? Я сказала, что я нашла человека, который вот точно такой же, как я. Вот точно такой же, только он мальчик. И вот мне с ним хорошо, и всё. И вот извините, я переезжаю в Россию. У меня очень тяжелые отношения с её мамой. Мы взаимно ненавидим друг друга. Неправда. Через год Ира забеременела, и родственники начали настаивать на свадьбе. Мне родители съели весь мозг, что как же ребёнок в небраке? Ну что, эта дочка залетела, значит, это давайте, это типа женить нами. Из меня честная жальность. Родители всё организовали сами. Заказали лимузин и шикарный банкет. Виталича одели в парадный костюм, а Иру в белое платье. На первой свадьбе вообще это мясо. Все эти невисты, жарко, и все нервничают, переживают. Ну это прям вообще, ну это не самый приятный праздник. Для меня это было, ой, круто, у меня новое платье, там, ногти, там, волосы. После свадьбы Виталич подрабатывал фотографом в клубах и на тусовках. Вскоре у них родился первый сын. А через два года ещё один. Что, как тебя зовут, молодой человек? Да, сейчас, сейчас. Рождение Никиты и Саши Виталича никак не изменило. На тусовки и неформальные концерты родители теперь ходят вместе с детьми. Младшему пять лет, и он уже фанат панк-стиля. А кто тебе прическу такую сделал? Мама, мне волосы поставили. А тебе нравится? Нравится. Папик прикол, а мы киношку снимаем. А я водки купил. Виталич никогда не ругается на жену, если она не стирает и не убирает. А она не требует от него, чтобы он шёл на работу в офис. Случайные заработки их устраивают. Все вместе они живут у Ириной тёти. Ну, то есть, мы дети, нам по 15 лет, и мы не паримся. Копить там целый год на машину, на холодильник новый, на шубу, на отдых, это ужасно. Зачем? Но через 7 лет совместной жизни Ира и Виталич поняли, что даже им, таким неформальным, стало скучно. Сначала пробовали ругаться. Мне твой п***ёшь, зывает только вот, чтобы тебе по***л дать. Но быстро надоело. И тогда Виталич понял, надо оживить чувства. Что придумает Виталич? Ира влюбилась в Виталича и ради него переехала из Сан-Франциско в Москву. Когда она забеременела, родители заставили их пожениться. Через 7 лет брака они поняли, что их отношения превратились в рутину. И Виталич решил, нужно развестись. Чтобы заново пожениться, он лично оформил документы на развод. Мы написали заявление, чтобы ненавидеть друг друга. Развивите нас, пожалуйста. Развивите нас. Тем более, типа, муж стал геем. Ира и Виталич решили устроить свою вторую свадьбу без родителей, лимузинов и тазиков с салатами. Она была в безумном розовом платье, он в измазанном краской пиджаке и рваных джинсах. Так они явились в ЗАГС в центре Москвы. В ЗАГСе все оху**ли. Свидетель, соответственно, был ангелом, а свидетельница дьяволом, бесом. И они должны были подсказывать, говорить да или нет. Была такая импровизированная пластмассовая какашка на голове, прям в ЗАГСе. Ира и Виталич поняли, что им понравилась идея перезагрузки отношений. Сегодня муж и жена, а через год снова жених и невеста. Ну это круто. Ну представьте, если бы внезапно кто-то сказал бы там, типа, ну вот все, теперь Новый год отмечаем два раза в год. И 15 июля отмечаем Новый год. Ну все же обрадуются, да? Главное же любовь, действительно. Ленка, ты права. Вот любовь, она просто, мне кажется, мы до такой степени ее излучали, что все просто можно было отравиться нашей любовью. После этой свадьбы Ира и Виталич договорились, что будут каждый год разводиться и снова жениться, чтобы их любовь не превратилась в рутину. Холодный, еб***ь. Они даже стали легче относиться к семейным скандалам. Нет, даже мы друг другу морду бьем, на самом деле. Скажи мне, а то я почти не помню. Когда мы сильно напиваемся, я вспоминаю истину, бьет, значит любит. И начинаю тебя лопить. Урод. Третья их свадьба состоялась ровно через год. На этот раз в Грибоедовский ЗАГС явилась толпа живых мертвецов. Вся тусовка Виталича пришла в стиле зомби. Все это не зомби, представление продолжается. Они не хотели вообще нас расписывать. Они говорили, что нужно смывать грим, потому что вы на себя не похожи. Может быть, это вообще не вы, это не ваши паспорта. Идите смывайте все. Мы настаивали, что нет, мы хотим. Я рада который раз вас приветствовать в этом зале. Что бы вы на себя не одели, какие бы парики, какие бы вообще прически не сделали, чтобы вы оставались с людьми. Это же ужасная профессия. Сами представьте, каждый день говорить, сколько у тебя, каждую субботу, да, там, 30-40 пар. И ты говоришь одно и то же, изображая счастье на лице. А следующий! Ее не будет, я вас уверяю. Будет! Обязываем! Здесь для любой свадьбы есть все просто, блядь. Я буду слон, ты будешь корова. Почему корова? Ну, свинья, блядь. Я свинья, а ты петух. Через полгода Ира и Витальевич в третий раз развелись. А 1 февраля снова подали документы на свадьбу 1 апреля. Та-та-та-та-та-та-та-та. Правила этикета, любовь вся хуйня. В результате они оделись в пижамы и снова явились в ЗАГС. На этот раз Витальевич решил добавить остроты. И за минуту до церемонии предложил Ире сорвать свадьбу. Кто-то из них должен был сказать «нет». Она была в шоке. Я дерзчивала, потому что, ну, как бы, если он скажет «нет», то как это ты меня как будто бросаешь? А как же, а я «нет» стесняюсь сказать? А в итоге «нет» ты сказал, да? Ну, я был против браков всегда, на самом деле. Все это, вот эта ячейка общества, там, типа, браки. На этот раз Ира и Витальевич ушли из ЗАГСа без штампа в паспорте. Он пообещал на ней жениться этим летом, но три месяца держал Иру в страхе. И при каждой ссоре грозился, что свадьбы не будет. Эй, иди, блядь. Ребята, вы чего? В натуре столько лет вместе ходите за какой-то ссор на хуйку послали? Потому что он не хочет, и я подошла нормально. Ты можешь звать ебанник, блядь. Ты хочешь покривляться? Покривляйся один. Мне скажи, что ты хочешь, чтобы я окривляла. В обычных семьях скандалов боятся как огня. А у них это называется любовь. Чем больше ругаются, тем острее чувства. Давай, чего? Не будет свадьбы. Давай, я скажу в микрофон. Давай. Вот эта вся его суровость, это как маска. Он же по-настоящему такой. Мишка пляжой. Не, ну, хороший. Я когда нахожусь больше суток без зырки, вот мне хуйку. Вот это вот как бы я скучаю. Вот это про нас. Любовь, пи***ь. Дурацкое слово. Ты ходил на свадьбу хоть раз, нет? Нет, я нет. В этот раз они пойдут. А там что, ток будет? Нет, ток не будет, но... На очередную свадьбу Ира и Виталич решили одеться в хиппи. Ну нет, они серьезно. Нет, 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 нет. Ну нет, что-то какая-то мальвина. Ну, кстати, круто. У нас же жарко. У Иры это пятая свадьба, а она волнуется, как в первый раз. Что сейчас выкинет Виталич? Да нервничаю я. Ну это как перед экзаменом. Жениться, пи***ь. Жениться. Работники ЗАГСа уже видеть не могут Иру и Виталича, но отказать им в свадьбе не имеют права. Это двое вот этих сыновей. Ребятки, ваши мои дорогие. Длинные на вас надо. Они вот тут женятся и женятся. Я хочу спросить вас, готовы ли вы на место стать серьезным? Серьезным не готов. Я не готов в серьезном, но жениться хочу, да. Одевайте сходы, сволочи. Поздравляйте друг друга. Поздравляю. Целуемся. Ира и Виталич уверены, что и эта свадьба не последняя. Через год они снова обещают прийти в ЗАГС. Ну что, все бабы? Да. Бабы, да. Три. Спасибо. Спасибо.